В партиях мастеров грубые просмотры тактических ударов явление редкое, больше относящееся к разряду казусов. Естественным же венцом борьбы комбинация становится как результат позиционных завоеваний, когда одна из сторон, владея инициативой, вынуждает другую идти на невыгодное для той продолжение, ухудшать расположение шашек. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Я непрерывно занимаюсь поиском новых идей в русских шашках. Ну и друзья, они находятся, как ни странно, ищущий добрящий. Наткнулся в интернете на канал под названием Андрей Валюк, то есть его раньше вел известный белорусский гроссмейстер. Ну и на этом канале есть интересная партия, сыгранная Анатолием Шумиловым, питерским мастером, и гомельским гроссмейстером Евгением Кондраченко. Ну и как раз с этой партией мы сегодня ознакомимся. Она насыщена комбинационными идеями. Анатолий Шумилов играл белыми, Евгений черными. ЦБ4, БА5, ТЦ3, АБ6. Ну, видимо, соперники играли с жеребьевкой дебютов. Ну и здесь Анатолий сыграл ЕФ4. Ну, мне кажется, этот ход позиционной ошибкой более точнее играть ЕД4. То есть, если черные теперь размениваются, после двойного размена и хода ЦД6 мы можем свести позицию к дебюту Игра Байдянского. Здесь у черных есть две возможности. То есть, можно разменяться назад. Ну, после АБ4 белые постепенно уравнивают игру. То есть, особого преимущества тут у черных нет. Если же черные здесь играют ДЦ5, то у белых появляются интересные тактические возможности, найденные гроссмейстером Королевым. То есть, здесь, в этой позиции лучше всего играть ДЦ7. Если же черная игра, допустим, ФЕ7, то мы уже играем ЖФ4. Ну и после возможного ФЖ5 мы играем АЖ3. Ну и здесь, если черные играют ЕД6, то белые неожиданно выходят ДЦ5 и выясняется, что позиция черных плоха. То есть, нападения ЖФ4 нету, белые бьют. Ну и как бы черные не били, у них плохо. Допустим, так, так, подождали. Ну и белые прорываются на преддамочное поле и должны эту позицию выиграть. В партии против Юрия Королева, здесь его соперник сыграл ДЦ7, ну и белые легко победили. То есть, выигрываем шашку, надо отыгрывать ее. Ну и просто идем по центру и заходим в люки. Ну и черным можно здесь смело сдаться. Теперь рассмотрим сильнейшее продолжение, то есть, ход ДЦ7. В этой позиции белым надо играть ЖФ4 и после хода БЦ7 играть именно ЖФ2. То есть, после хода ЖФ3 черные проводят стандартную комбинацию, часто встречающуюся в игре игра Петрова. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные отдают одну шашку, затем вторую. Побили, побили. Снимаем три шашки. Ну и следующим ходом нападаем ходом ХЖ5 на шашку белых и остаемся с лишней шашкой и выигрываем эту партию. Поэтому в этой позиции точно играем за белых ЖФ2. Ну и на ход СД6 играем ФЖ3. Теперь у черных есть два варианта. Либо ДЕ5, либо ФЕ7. Если черные играют ФЕ7, то мы играем ЖФ4. Ну и после вот такого размена бьем назад. Ну и после хода ЕД6 играем СД2 с равной игрой. Если же черные в этой позиции играют ДЕ5, то белым надо размениваться назад. И после хода ХЖ3 мы уже здесь играем... После хода черных ХЖ5 мы играем ХЖ3 и на ход ЖХ4 играем ЖФ4. Теперь черные делают хитрый ход ФЕ7. И у белых есть единственный ход ФЕ5. Остальное плохо. Черные размениваются вперед. Ну и белые здесь уравнивают игру вот таким разменом. То есть временно жертвуем шашку. Затем отыгрываем ее. Ну и постепенно позиция уравнивается. То есть в этой позиции после хода ЕД4 мы рассмотрели ход ДЦ5. Если же черные играли ФЖ5, то все сводится к рассматриваемой нами партии. То есть, а ход ЕФ4 плох. То есть в этой позиции черные не обязаны играть ФЖ5. У них есть отличный ход ФЕ5. Ну и после ФЕ3 играем ЖФ6. Ну и здесь у белых проблемы. То есть один из возможных вариантов... ЦД2 практически проигрывает. То есть либо ЕД4 надо играть, либо ЖХ4 и размениваться назад. Ну давайте рассмотрим возможное продолжение. Допустим ЕД4, АЖ7, белые меняются назад. Черные играют АЖ5. Допустим, ФЕ3. Черные меняются на поле Е5. Ну и после хода АЖ3 черные играют ЖХ6. И у черных сохраняется преимущество. То есть так бы за белых я не рекомендовал играть. Но в партии Шумилов-Кондраченко Анатолий сыграл именно ЕФ4. И Евгений все-таки пошел на известный ему вариант ФЖ5. Здесь создается интересная игра. Белым лучше всего меняться. Ну и черные уходят на фланг. Теперь Анатолий Шумилов играет по партии Аббациев-Сизов. То есть вот эта партия великолепно изложена в книге творчества армейских шашистов Габриэляна Дрозда. То есть белые играют ФЕ3. Видите, нападения нет, потому что мы пожертвуем шашку, затем ее отыграем. Ну и позиция будет равная. Поэтому черные играют ЖХ6. Белые играют ЕД4. Такую колбасу выстроили. Ну черные играют ЖХ6. Выжидают. Ну и здесь Николай Васильевич Аббациев, московский герцмейстер, в партии сыграл ЕФ6. Анатолий Шумилов последовал его примеру. Ну и обратите внимание, белые создали сразу две комбинационные угрозы. То есть, во-первых, белые грозят отдать шашку и выиграть шашку. То есть вот таким образом. Во-вторых, белые грозят отдать шашку ходом ФЖ7 и прорваться на преддамочное поле. Поэтому у черных здесь единственный ход. Это жертва. БЦ5. Убьем на Б6. Ну и в партии Аббациев-Сизов соперник московского герцмейстера, он ошибся. Он сыграл ФЖ7. И белые провели очень красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белые неожиданно играют БЦ5. Затем ЦБ4 и бьют на Ф6. Черные бьют. До сих пор еще непонятная идея белых. Но белые здесь снова неожиданно жертвуют шашку. Затем вторую. И выясняется, что после хода ЦД2 черные бьют, а белые прорываются в дамки и празднуют победу. Очень красивая комбинация. Именно на эту комбинацию ловил Евгений Кондраченко, Анатолий Шумилов. Но у черных есть здесь гораздо более сильный ход. Ход же Ф4. И перед белыми встают сложные проблемы. В партии Анатолий Шумилов не справился с ними и проиграл эту партию. То есть в этой позиции уже надо было постепенно уравнивать. Скорее всего играть ЕФ2. Ну и после того, как черные били, отходить на поле А7. Ну и после хода ФЕ7, либо АЖ7. Мы могли разменяться вот таким образом. И позиция белых чуть-чуть похуже, но уравнение возможно. Анатолий же в этой позиции сыграл ЖФ2. И пытается все-таки реализовать численное преимущество. То есть в этой позиции у белых лишняя шашка. Черные играют ФЕ7. Ну и здесь Анатолий сперва хотел пойти БЦ5. Конечно, так нельзя ходить. Потому что черные остаются с лишней шашкой. То есть играем СД6, бьем 3. Ну и после разменов выясняется, что у черных лишняя шашка. Они тут легко побеждают. Поэтому после раздумий все-таки Анатолий сыграл БА7. Ну и здесь Евгений сыграл не точно. То есть у черных сохранялся выигрыш здесь после хода ЖФ4. А Евгений напал. И здесь выясняется, что черные, белые вернее, могут уравнять игру. То есть для этого надо играть СД2. И размениваться вот таким образом. Позиция белых выглядит подозрительной. Но все-таки есть точная ничья. Евгений сыграл ЖФ4. Анатолий АБ2. Оба соперника подтягивают силы. Ну и здесь после хода АЖ7 Анатолий ошибся. Белые сыграли БЦ5. И черные выиграли белых. То есть а ничья была еще после БЦ3. Ну давайте сперва рассмотрим ход БЦ5. Черные точно играют ДЕ7. И выясняется, что у белых плохо. То есть Анатолий сыграл БЦ3. Евгений отвечает СБ6. Ну и после хода АБ4 выясняется, что ходить некуда. Здесь Анатолий еще пытается как-то осложнить выигрыш для черных. И играет ДЕ5. Ставит такую ловушку. То есть обратите внимание, бить надо именно на поле С3. Бой на поле Д6 никак не странно проигрывает. То есть черные будут затем бить на С3. Потом на Б4. У белых есть целых два лишних хода. Так называемый роздых создается. И белые играют АЖ3. Побили. ЖАЖ4. Побили. Белые бьют именно на АШ8. Затем снимают шашку С3. И легко выигрывают эту позицию. Естественно, гроссмейстер Евгений Кондраченко не попадается на эту ловушку. И точно бьет на С3. Побили, побили. СБ2. Но белым надо прорываться в дамки. Другого нет. И черные играют смело ЕД6. То есть на нападение уже просто ставим дамку. И легко выигрываем. Поэтому белая игра от ЕД2. Ну и после постановки и дамки нападают все-таки. Так, прошу прощения. Игра от ДЕ3. Анатолий Шумилов сыграл ДЕ3. Да. Ну и здесь Евгений сыграл ЖА6. И белые сдались. Их позиция легко выиграна. Но хочу отметить, что здесь выигрывал даже ход ДЦ5. То есть черные бьют до конца. И здесь белые не могут уравнять позицию. То есть вроде бы кажется связали черных. Но черные просто играют ЖА6. Ну и на последний ход АЖ3. Отдаем одну шашку. Забираем три. Ну и еще с туалетом выигрываем. Интересную ловушку в этой позиции указал одесский мастер Владислав Нам. Если белые вместо БА3 играют ЕФ2, то здесь за черных не выигрывают ФЕ3. Потому что белые неожиданно жертвуют шашку. Затем играют СБ6. Ну естественно дамкой бить нельзя. Приходится бить в эту сторону. Ну и белые играют ЖА4. Ну и как бы черные здесь не побили, бьем именно на поле АЖ8. Ну и даже можем эту шашку отдать. Все равно эта позиция ничейная. Здесь черные не могут выиграть. Но после ЕФ2 здесь, как верно отметил гроссмейстер Евгений Кондраченко, не надо играть ФЕ3. Просто играем ЖА4. И постепенно, ну допустим, БА3, СБ6, АБ4, БА5 выигрываем. Постепенно отъедая шашки белых. То есть друзья, в этой позиции мы выяснили, после хода ЕД6, все-таки, а, мы как раз вот посмотрим этот вариант, белые могли достичь ничей. То есть на ЕД6, также играем ЕД2, размениваемся. Ну и после хода ЖФ4, АБ2, АЖ5, АБ4, на АЖ7 надо было играть не БЦ5. Здесь единственный ход, ведущий к ничей, это именно БЦ3. Ну и теперь, если ЖА6, то есть на ЖА4 мы просто идем БА5, атакуем фланг черных. То есть на ЖА6 мы играем именно ДЦ5. И теперь, допустим, если ДЕ7, то мы уже играем СБ4. Ну и допустим, на ход ЖА4 играем БА5. Кажется, что у белых здесь большие проблемы, то есть дамку ставить нельзя, плохо. Но белые здесь жертвуют шашку и спокойно ставят дамку. И тут лучше всего черным уже скидывать одну шашку, затем вторую и постепенно уравнивать эту позицию. То есть здесь ничья. Если же в этой позиции черные по инерции отойдут, допустим, в цветноте, то белые нападают. И эта позиция, как ни странно, выиграна. То есть у черных две лишние шашки, но они проигрывают. Вот самый сильнейший вариант. Допустим, черные скидывают и мы бьем именно на поле Ф2. То есть в чем смысл? Если бы мы побили на Ж1, то черные могли затем скинуть шашку и сыграть БЦ3 и достичь ничьей. А если мы бьем на Ф2, то черные здесь уже не могут скинуть шашку, потому что мы бьем две. То есть на такой ход мы уже просто играем по большой дороге. А если черные играют БЦ3, то не надо играть так, потому что черные скинут шашку и достигнут ничьей. Занимают либо большую дорогу, либо отсекают простые белых по тройнику. Это ничья. То есть в этой позиции точно играем ЕДА2. Ну и после хода АВ2 скидываем шашку и играем на поле А5. Ну и здесь возможен следующий вариант. Допустим, играем на Е3. И белые просто ходят по нижнему косяку. То есть так играть нельзя. Белые пожертвуют шашку и отсекут. Белых по двойнику легко выигрывают. Поэтому здесь приходится играть HG5. Мы выжидаем. GH4. Снова выжидаем. И создается этюдный выигрыш. То есть остается единственный ход ЕФ2. Мы нападаем. Ну и как бы черные не играли, белые легко выигрывают. То есть если черные ставят дамку сюда, дамка ловится. Мы выигрываем. Если же черные ставят дамку на поле G1, то мы уходим по двойнику. Надо жертвовать. Единственный ход. Ну и дамка черных гибнет на двойнике. Какие еще варианты возможны в этой позиции? Ну на С3 естественно нельзя играть. Мы играем HG3. И затем вот таким маневром легко побеждаем черных. Поэтому черным остается играть только на поле А3. Тогда мы играем дамкой на поле D4. Ну и здесь возможен сильнейший вариант. Допустим HG5. ЕД2. ЖФ4. ДЦ3. А прошу прощения. Уходим по двойнику. Ну и на ход HG3 мы уже играем именно ДЦ3. А на ход ЕД6 размениваемся. Ну и шашки черных здесь отсечены по двойнику. Белые легко побеждают. То есть в этой позиции мы все-таки выяснили. Ход ЕД6 вел к ничьей. Но у черных здесь был выигрыш. Нам было играть именно ЖФ4. Теперь как играть белым? Ну естественно СД2 нельзя играть. Здесь черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. То есть черные жертвуют СБ6. Затем играют ЕД6. Побили. Побили. И черные бьют на поле Е1. Ну здесь лучше всего играть именно на поле Д6. Но черные здесь все равно выигрывают. Например. Жертвуем шашку. И нападаем дамкой. Здесь окончание выигранное. Если же белые играли ЕД6. То мы просто играем АЖ7. Ну и хода ЕД6 нет из-за элементарного ЖФ6. Окончание также выиграно за черных. Поэтому в этой позиции белым приходится играть БЦ5. Ну и черные выигрывают шашку. То есть они пожертвовали одну шашку. Здесь ее отыгрывают. Ну и постепенно выигрывают этот Н-шпиль. Например. АБ4. ФЖ5. БЦ5. ЖФ4. СБ6. АЖ3. Ну и здесь в чем суть, друзья. Здесь постепенно черные выигрывают. Я не буду показывать все возможные продолжения. Но суть в том, что если белые жертвуют, они постоянно не могут поставить дамку. Так как их дамка тут же ловится. То есть видите. Таких продолжений у черных нет. А если же черные-белые игра, допустим, БЦ3, то черные сами проводят дамку в шашке. То есть эта петля постоянно остается. Ну и черные постепенно выигрывают этот Н-шпиль. Друзья, если вам понравились найденные мной варианты, то пожалуйста поддержите мое творчество. Поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это премного благодарен. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.